прибавилось ну что сейчас я посмотрю я многие знаю по фамилиям вот мне так хочется чтобы здесь были новички как мне хочется ребята беларусь олег привет олег для меня беларусь это когда рада вот где можно сады выращивать николаевич на месте жаль твое письмо не удалось проработать ну что поехали так данила добрый вечер ольга добрый вечер татьяна анатольевна добрый вечер ухтияров всем привет леонид вы еще живы вас случилась страшная вещь то что я видел мне прислали ролик 40 минус 40 минус 50 да еще с бураном это еще столица под названием астана вот причем это все я поверил потому что показывали город показывали страшные морозы вот а вот что это какое там садоводство и где вы уже это считаете южане а самое страшное знаете пусть это не по теме не совсем надо было придумать но иногда можно и отлично вот как раз такой случай разное время и переселяли перед так не так столицу переносили из старого крупного города в молодой город надежде что вся эта сволочь которая там уже корни пустила это назовем это бюрократия останется на старом месте пенсионный возраст предпенсионный и взять личность нуля не захочется придут молодые и поведут на новом месте в новом это новой столице проведут светлому будущему это и так и правильно и правильно потому что все равно когда-то это молодежь все равно станет коррумпирована и все повторится сначала так что это не вышло но надо было убирать убираться из допустим алматы но надо было взять и построить на голом месте город самом непривидливом месте вот это расплата страшная расплата казахстан которая только микрозон где может все расти где люди должны жить не мерзнуть двадцать три миллиона жителей на гигантскую территорию гигантскую что там негде было город разместить новую столицу Потом уже принцип ушел А сейчас останется Молодежь переедет И вот расплата Нашли где И все это потому что желание одного человека Вот такая страшная вещь творится А Казахстан ждет тяжелые времена Уже по политическим этим По экономическим Страшные времена Все припомнится В том числе это посреди волос-тепи Это столица Сколько денег бухали И теперь мерзнут Так, Леонид? Пусть я обижу со стороны Может на самом деле это не так Добрый вечер брат Железа Юрий Добрый вечер Михаил Парьяс, добрый вечер Снегирев Александр, добрый вечер Сергей Кузнецов Казахстан приветствует У нас венесит замерзший на месяц раньше Если сравнивать с 2021 годом Это зима похолоднее Да, прошлая зима была теплая Я уже думал навсегда Идет потепление Ну а возможно однажды придется набродиться с обезьянами Чтобы Образить шерстью Так, всех приветствую Юлия Ревера, добрый вечер В Невтикамске второй день идет Идет дождь Да Слушайте, Невтикамске это же север А нет Кама, Кама, Кама Это приток Волги А, тогда это, наверное, Татарстан Там есть Нефть Да Там не то же тепло Ну, по крайней мере, не Сибирь Итак Идет второй дождь У нас уже потепление Обещает даже минус 2 А через несколько дней Обещает минус 30 с лишним Вот эти перепады Лучше бы их не было Крапивин Добрый вечер Часовый перст Край минус 1 Ну, да Это тоже придурали Будем считать, что это Перепады Да, ну, так Каждый год оно и таки есть Не обязательно там Минус 20, минус 30 Каждый день Перепады обычные Так вот Звук с цехом всегда Вроде мы устранили Вот Сохрана Пятиминутная пауза Валерий Косинский Перезагрузил Перезагрузил Игорь Сафин Всем здорова Грия Чихина Добрый вечер Лобасов Добрый вечер Тимофеева Валерий Константинович После сегодняшнего вебинара У меня возник вопрос О Я в прошлом году Посадил Асанцы Сергея Две яблони Две груши Две абрикосы Две сливы Абрикосы На самое высокое место На холмовой груши На более низкой Семь яблони У нас с грунтовой воды Близко Хорошо, что вы задали этот вопрос Конечно, вы ошиблись Где ближе к грунтовой воды Там надо садить яблони А на более высокие места груши Но мы это уже проходили А дальше неприятный вопрос Стоит ли стоит поменять местами Вот Или попробовать вырыть канаву Бой боже Да канаву не спасут Это надо на месте глядеть Конечно, неприятно Что пересаживать, калечить Не пересаживать Тоже плохо Да, была совершенно ошибка Ну, наши С вами лекции Наши с вами разговоры Мы с вами разговариваем Разговоры Только для того, чтобы Этих ошибок было меньше Итак Яблони Ну, пониже Не грунтовой воды ближе На грушу как можно дальше Артём Шилон То есть я не мог ответить на вопрос И так плохо И так плохо Решать вам К нам в город привозят абрикосы Сливы с абаканы на продажу Возможно, из этих косточек выросли деревья С каких этих косточек? Ну, давайте так 90% То, что привозят в Абакан Это всё в Средней Азии Есть специальная мафия Которая этим занимается И мафия так образно Профессионально занимается Поэтому у нас И тоже В Абакан Минусе в СССР Треугольник Тоже плохие дела Честно скажу Скажем, в году всё хуже, хуже, хуже Учат калечие деревья Так же Их и так мало Ну, что ты будешь делать? Ну, что? Хоть заслелись Ну, вот И вот получается, что Кто сказал, что вам привезут Абрикосы сливы Именно с абакан Нет, допустим, привезут с абакан А кто сказал, что они абаканские? А Не так много уже осталось Настоящих питомников Чтоб ещё возить куда-то Ну, допустим Как они докажут, что они это? Именно абаканские В Абакане относительно холодно Там даже холоднее На градус 2 По сравнению с Масамблой Шушенский С югом Шушенского региона Тем более я живу на берегу Незабежащего Несея Там чуть-чуть холоднее И абрикосы сливы Должны быть Очень мороженые Если они правда абаканские Давайте теперь Расследовать дальше Вы не написали Вообще город Какой город? Если рядом с Абаканом Полно городов Тогда да А к вам город привозят Далеко везти они не могут Почему? Потому что Не такой уж это Рынок огромный Чтобы все города Заполнить Абрикосами сливами С Абаканом Не такой уж это Рынок большой Осталось узнать Где вы живете Раз Разоблачать вы не умеете А как правило Продавцы-перекупщики Они не знают Ничего Они даже не знают Что привозят Поэтому они придумают название В ходу названия Железовские Вот Многие Это не придуманные А Все время запущенные В оборот Абрикос Королевский От меня Абрикос Бай Террелевицкий От меня Артем Это мое название От меня Амур От меня Вот Раньше таких названий На рынке не было Вот Ну и так далее И вот получается Что Абрикос Могут быть Этим названием Потому что Эти названия Которые я придумал Изобрел Они широко разошлись Другое дело Я бы наверное Разоблачил бы их Поговорил с ними Все стало ясно Ну что привиты Вот У кого именно Знаете как У меня было Извините Я разговаривался Но это по делу Мне жизнь заставила 60 раз За полтора года Ездить в Абакан Возить Очень тяжелого Больного человека Вот И пока Он проходил процедуру Я Болтался по городу И ходил пешком Нет На машине я боялся ездить Для меня даже Абакан И то У нас же в городе Нет пробок Вот Я привык Что не напрягаться Не надо А тут я ходил пешком Где мне черти не носили Я до конца убедился Что нету Больше Культурных Яблонь Потому что продавали Только полукультурные Иронетки А значит Что культурные яблони Были практически Уничтожены Вот и неведомая болезнь Бактериальная Ни грибами Подчеркиваю Так Вот Видел я и абрикосы Продажные Видел я и сливы Продажные Вот Я подходил Вижу Нет Не саживаются Вижу Очень красивые Ровненькие Калиброванные Абрикосы Я подхожу Говорю Откуда Местные И смотрят в глаза Прошли времена Когда Нам это Наоборот В ходу были Именно Привозные А наши Не ценились Мы же вышли На это На высококачественный Уровень И мы Даже где-то Начали обходить Вот эти самые Таджикистан Узбекистан Вот И тогда Они приспособились Помните Я рассказывал Чьи плоды Железовские Вот ты че Моя Слава выросла Только среди Мошенников Железовские И вот здесь Получалось так Я подхожу И спрашиваю Ё-моё Говорю Ой какие красивые Это откуда Не моргнул глазом Майн Я говорю А я с майн Ну это я почти Правду говорю Я там Год бываю Хоть 5-10 раз Да вы что А кого именно Да вот Моего Знакомого Или родственника Я говорю Расскажите адрес Вот на этом Все То есть Попался Иду дальше Попроще Поплоше Откуда Варианты 3 Опять Майн Но уже Настолько Попроще Что и не надо Расспрашивать Скажем так На уровне Манджурских Абрикосов На уровне Амуров Что такое Средний Второй Или Самохвал гора Это Абакан Или это Значит Поселок Подсине И там и там Микроклимы Там они и растут Допустим Вот Но Выращивание Саженцев Стало Делом Невыгодным Забили Нас Эти самые Средние Азиаты Своими Дешевками И Фактически Наше Именно Садоводство Как Выращивание Собственных Саженцев Почти Дошло До нуля Вот И теперь Получается Артем Дорогой Скажите Где вы Находитесь Вот Ну а так Я уже Сколько раз Учил Подошли Посмотрели Откуда Дровишки Документы Есть Документов Нет Дальше Что дальше А что Привиты А человек Не знает Ну тогда Получается Не вырастили А ну Получается Не я А кто Растил А сказать Можете Но вы же Прежде Не дрова А Саженцев У них же Есть хозяин Кто Поплывет За милую душу Если это Все Вранье А может Оказаться Что Вдруг Настоящий Садовод Который Вырастил Но таких Мало И вот Ну Может быть Правда Вы же Вытеснили Настоящий Садовод Из Абакана Почему Дешевки Трудно Продать В Абакане Когда Дешевки Среди Дешевки Дешевки